Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Алина Сазонтова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Корпоративная партнерская проверка ВАО АЭС. Открытый турнир Смоленской АЭС по баскетболу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков, холодный резерв 1 энергоблок. Фактическая мощность на утро на сегодня 22 248 мегаватт. Выработка по году 101,05 процента к плану задания УФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Первый и третий энергоблоки работают. Нагрузка суммарно 2063 мегаватт. Второй блок по-прежнему находится в текущем ремонте с внутриреактором контроля. 45 сутки ремонта работы в целом графики. За 24 дня мая энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 34 миллиона киловатт-часов. С начала года выработка составила 7,9 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 80 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Завершился визит на Смоленскую станцию экспертов Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих АЭС. Это обязательная часть корпоративной партнерской проверки концерна «Росэнергоатом», которую проводит интернациональная команда из Франции, Бельгии, Ирана, России, Украины и Армении. Эксперты побывали с обходом на производстве, провели интервью руководителей Смоленской станции, филиалов АОАР и АТ. Обсуждались модель управления, стратегии и политика компании, ключевые показатели эффективности, программа опыта эксплуатации, культура безопасности и лидерства, корпоративная поддержка и надзор, обмен информацией между центральным аппаратом АЭС подрядными организациями, обеспечение материальными и кадровыми ресурсами, мотивация, коммуникации. На итоговом совещании эксперты отметили, что взаимодействие с сотрудниками Смоленской АЭС прошло в формате открытого диалога. Это позволило выяснить, что коллектив вовлечен в развитие предприятия, а внутри компании существует хорошая согласованность. У экспертов сложилось позитивное мнение о состоянии охраны труда, интегрированной системе управления, системе оценки персонал-рекорд, системе проведения бенчмаркингов между филиалами для решения сложных вопросов, совершенствования культуры безопасности. Положительными названы меры, предпринятые в связи с эпидемиологической ситуацией. В частности, действует программа по подготовке дополнительного персонала для БЩУ, создана при поддержке концерна-лаборатория для оперативного ПЦР-тестирования. «Общее впечатление положительное от нашего визита и дальнейшую работу мы продолжим в центральном аппарате. Спасибо вам за ответы, развернутые, за искренность и открытость». Корпоративная партнерская проверка проходит с 17 по 28 мая. Сейчас международная команда во главе со старшим вице-президентом французской компании EDF Жаком Ригальдо работает в центральном аппарате концерна «Росэнергоатом». Эксперты побывали на всех атомных станциях, кроме Билибинской и Патес, общение с которыми было организовано в онлайн-режиме. Проведённый анализ после обобщения отразится в отчёте с рекомендациями, предназначенными для достижения улучшений и положительными практиками, которые могут быть полезны мировой атомной отрасли. Юноши Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» завершили сезон баскетбола 5 на 5 успешным выступлением на открытом турнире Смоленской АЭС Кубок Победы. А у мужской команды впереди ещё не один выход на паркет в региональной лиге, которая складывается весьма результативно второй строчкой в рейтинге. Май подарил нашему городу с десяток ярких баскетбольных матчей. Фок Десна была жарко от спортивных баталий практически каждые выходные. Кубок Победы среди юношей 14-15 лет стал по-настоящему победным для команды САЭС-люниор. Она встречалась со сборными Рославля и Калуги и во всех играх уверенно лидировала. Профессиональный уровень десногорцев высоко оценили и соперники. «Я её видел уже на первенстве СФО и сейчас вот ещё раз убедился в том, что действительно ребята хорошие, обученные, они постепенно продолжают прогрессировать. Ну и только порадоваться можно тому, что у нас есть возможность играть с такой командой». «Соперники были в хорошей игровой форме, но мы всё-таки показали свой баскетбол». Всё в порядке с результативностью и у мужской команды «Динамо» «Росэнергоатом». На исходе второй круг открытой лиги Смоленской области. Из 21 игры лишь 4 поражения. В мае трижды вышли победителями, дважды уступили. Не за горами решающие игры сезона. Как отмечает старший тренер Евгений Томиловский, есть все шансы быть в тройке лидеров. Юноши 16-17 лет уже играют в команде со взрослыми баскетболистами. Можно отметить Евгения Фукса, Андрея Ефимова, Артёма Спиркова, начал проявлять себя Никита Лазбенёв. Потихоньку подтягиваются ребята помладше, занимающиеся у Даниэля Кобедина – Иван Иваничкин, Никита Масальцев, Иван Косинков. Набрали увлечённых детей первого-второго классов, развиваем их потенциал. Так что у десногорского баскетбола есть будущее, и оно достойное. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями и жизнестанции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.